По музыкальному среду я говорил о гнезде глухаря. Это не значит, что они сейчас плохие начнут говорить. Дело в том, что когда происходят такие события, я не знаю, как... Едешь, думаешь, я вот это, наверное, исполню. Потом смотришь на концерт, и хочется совсем другое исполнить. Я уже понял, что я хочу исполнить. Благо, в музыкальной среде не только все можно исполнять, но еще и можно пользоваться гитарой. Свою не вози на халяву. А вот и гитара. Нет, нет, нет. Я понял, что не надо, не надо. Не надо, я хочу поделиться. Вот так вы и хитрые всех обманули. Она же творческая, да, средств света. Я решил немножко поделиться. Я последние полтора года брежу идеи, стихи как... Песни как стихи. Классику бардовскую перечитываю и понимаю... Ну, я давно как бы понял, что стихи, когда мы читаем печатные, когда мы их произносим и когда мы их поем, это совершенно три разных произведения. Поэтому то, что я сейчас буду читать, это не значит, что песня плохая. Но мы к ней привыкли. И тем более Ахуджавы. В Ахуджавы очень часто встречается такое, что серьезные стихи на какую-то такую боевую мелодию написаны. И наоборот, не очень серьезные стихи. Вот такую лирическую. И это создает определенный такой диссонанс, который немножко вырывает. А одно из первых стихотворений, на которые я обратил внимание, Ахуджавы, мы все его прекрасно знаем, «Де благо, великий оркестр». Я когда стал его читать, выяснилось... А, кстати, я в интернете увидел, что объяснение у нас есть исполнительница, великая такая, которая все песни приблизительно с одинаковым выражением лица исполняет. И в свое время Владимир Лазберг ей на эту песню сказал, что ты слушай все слова, там же серьезно все. Ахуджавы родители были репрессированы. А там вот свинцовые дожди, там командиры все погибли. Что песня такая вот о трагических событиях. А я когда стал читать, я понял, что как-то... Для меня никак это не связано ни с репрессиями, ни с чем-то. А дожди свинцовые не потому, что это пули, а действительно просто потому, что они вот такие свинцовые, серые. Потому что стихотворение называется... Песенка о ночной Москве И стихотворению посвящено Беля Ахмадорина. Один поэт, вот, в ночной Москве Идит, пишет посвящение другому поэту. Когда внезапно возникает Еще не ясный голос труб, Слова, как ясли бы ночные, Срываются с горячих мук. Мелодия, как дождь случайный, гремит. И бродит меж людьми Надежда, маленький оркестр Под управлением любви. В года разлук, в года смятений, Когда свинцовые дожди Лупили так по нашим спинам, Что снисхождение не жди, И командиры все охрипли. Тогда Командовал людьми Надежда, маленький оркестрик Под управлением любви. Кларнет пробит, труба помятая, Фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись. Мельтист, красивый, как чёрный, Фритист, как юный князь, Изящий и вечным, скопой с людьми, Надежда, маленький Оркестр под управлением.